Ребят, всем привет! Обещал держать вас в курсе, рассказываю о последних событиях, о последних новостях, которые приходят мне на почту и появляются в интернете. Значит, одно из них это то, что запорожская национальная полиция наконец-то соизволила мне ответить. Я получил ответ о происшествии, которое произошло в городе Запорожье около полутора месяцев назад. Кто помнит, происшествие касалось инспектора Черненко и тот инспектор, который с помощью дубинки пытался постучаться ко мне в окно, потом всячески хамил. В общем, видео можете посмотреть ниже по ссылке, освежить в памяти. Значит, очень интересный ответ. Обязательно почитайте его, я скан-копию тоже выложу ниже по ссылочке. Значит, вкратце, ответила мне полиция Запорожья о том, что отделом мониторинга, помимо моего заявления, в принципе, осуществляется мониторинг сети интернет и ютуба в частности, где они на канале Запасанек увидели видео, даже ссылку здесь на это видео указали, и посмотрели его. И по факту видео сами, без моего письма, начали проводить расследование служебное по поводу, в отношении этого Черненко. Значит, также мне зачем-то указали вторым пунктом, что на час проведения служебного расследования они его не отстраняли от службы, потому что для того, чтобы отстранить решение, нужно принять непосредственно и руководитель Черненко, начальник, я так понимаю, Запорожской национальной полиции. Они указывают о том, что начальник не принял такого решения, и Черненко не был отстранен от выполнения служебных полномочий. Дальше, третьим пунктом, просто загадка, то, что они ответили. Я пытался несколько раз вникнуть, даже читал это с адвокатом, мы не пришли к единому мнению, но суть вводится к тому, что, в принципе, существует статья, согласно которой Черненко, в принципе, неплохо было бы привлечь к дисциплинарной ответственности. И я вот не поленился, специально распечатал дисциплинарные стягнания, на которые они ссылаются. Здесь перечислено, что есть устное зауважение, зауважение, догана, суровый догана и так далее, и так далее, вплоть до увольнения. Какое именно стягнание они применили к этому Черненко, они не указывают. Причем это так размыто сделано, что мы его наказали, но как наказали, никто не поясняет. Естественно, я же подам еще дополнительную информацию, информационный запрос, которым я попрошу объяснить мне все-таки, как наказали этого Черненко и что с ним произошло дальше. Более того, я все-таки хочу добиться, чтобы его отстранили от выполнения служебных обязанностей. Что будет дальше, буду вам рассказывать. Но более интересный случай, друзья, произошел вчера. Сотрудники новой полиции двигались с Ужгорода в направлении Берегова. Кто не знает, это недалеко от Мукачева. Сотрудники новой полиции на автомобиле Шкода, на хорошем уже новом автомобиле Шкода, умудрились на ровном месте, проезжая населенный пункт, перевернуться и вылететь в Кувет. Произошло это таким образом, что обычная полиция превратилась в водную полицию. Они перевернулись несколько раз и упали в огромную такую лужу, которая была на обочине. Но на самом деле смешного мало. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, их было три человека, среди них была девушка. Все они находились без формы. Это был государственный праздник, выходной день в принципе в полиции. Все эти чудесные деятели полиции перевернулись, разбили машину, благо они остались живы и целы. Девушка только говорит, что сильно пострадала. Я опубликовал пост в своем фейсбуке. Это вызвало большой резонанс. Очень много людей начало репостить эту запись, комментировать. Были такие комментарии, что вообще откуда вы знаете, может это вообще не сотрудники полиции, вам бы только очернить полицию. Сегодня же пришла дополнительная информация, рассказали уже, кто участвовал в этих событиях, что это были за полицейские. Значит, сотрудник, который находился за рулем, является действующим сотрудником полиции. Он просто был без формы. Он один из участковых местных, я так понимаю, или в Мукачево, или в Ужгороде, где-то там. Но суть не в этом. Суть, самое интересное, начало происходить после того, как сотрудники полиции перевернулись и вылетели за пределы проезжей части. Во-первых, напоминаю, что это был населенный пункт, где в принципе движение ограничено 50 теперь километрами. На видео вы можете видеть, что сотрудники полиции ехали далеко не 50 километров в час, а летели с огромной скоростью. В итоге произошло то, что произошло, но самое интересное началось потом. Сотрудники полиции, естественно, быстренько начали скручивать номера с автомобиля. Кстати, никогда не понимал, зачем это делают. Напишите в комментариях свои мнения, зачем после ДТП скручивают номера. Особенно с патрульной машины, я вообще этого не могу понять. И, естественно, водитель начал убегать. Благо, местные жители словили этого чудо-деятеля. Естественно, что по показаниям людей, которые словили и общались с пострадавшими, они были все пьяные. Это подтверждалось запахом от них алкоголя. Экспертиза, конечно же, наверное, скорее всего ничего не покажет. Сейчас этим делом занимается СБУ, как написано на портале мукачево.нет. Кому интересно, тоже почитайте. Буду следить тоже за этой ситуацией. Посмотрите обязательно, как ведет себя новая полиция. Пишите комментарии. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как видно, что машина уже без держного номера вообще сняла. Говорят жители, что... Говорят жители, что уже были там готовы вообще. Пьяны. Были трое человек. Два пацана, один женщина. Что вроде были по гражданству. Без формы. Да нет, ты пидж, вы клят пиво купите так. Ну, сербируй. Ну, поможем мы вам. Поможем мы. Можете? 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 Можете вернуть высоту. Можете? Можете повернуть. Такая процедура. Такая процедура не может быть. Потому что процедура уже завершена. Когда все что произошло, прийшли. Тот, кто уехал, его сломали. Посадили. Я зловил и посадил в машину. Без наручников, без ничего. Мой парень, потому что там коллега поездил. Его правило поверли. Его повезли на освещение. Моя освещение. Ты была скоро. Я простой, потому что мне было освещение при всех. По ваших протоколах. Какая комиссия может быть в этих дней? Какая комиссия из Ужгорода могла ехать в Берегово на службовой машине и в Цивил. Я просто знаю, потому что я прошел через все кинокомедии пів года назад. Я прошел через все кинокомедии. Посмотрите, на счет этого я вам тоже могу сказать много. Я сейчас не могу вам ответить. Правильно, вы приехали позже, я сможу вам ответить. Если вас интересует эта информация, можете обратиться в Главное управление. Я просто вам говорю, что на сегодняшний день процедура и по полиции, по сумме, есть указано, а это растягивают. Взяли у Марии, взяли у Петра, а Иван, который им добрый. А это будет остальное. Спасибо. Спасибо.